Не надо меня снимать. Чего ты меня снимаешь? Тебе не стыдно меня снимать? В Истане отменен приговор бизнесмену Кайрату Боранбаеву, обвиненному в хищении крупных сумм при покупках российского газа и приговоренному к 8 годам лишения свободы. Судебная коллегия по уголовным делам Истаны также отменила приговоры осужденным вместе с Боранбаевым Таиру Жанузаку и Роману Наханову. Причиной, заявила коллегия, стало отсутствие оригинала протокола, отражавшего исходную цену на российский газ. Суд заключил, что по этой причине в деле отсутствуют доказательства мошеннической схемы. Согласно сделке, АО «Казтрансгаз» купила у ТО «Азиагазчунджа» газ по цене от 167,32 долларов до 176,98 долларов за тысячу кубических метров газа. Приговор основан на предположении о том, что существовал протокол совещания между АО «Газпром» и АО «Казтрансгаз» от 12.07.2019 года, где пунктом 18 якобы была определена цена продажи в 145 долларов США за тысячу кубометров газа. Разницу в цене вменяют как хищение путем завышения цены газа. Однако отсутствует оригинал этого протокола. Азатык попытался получить дополнительный комментарий относительно этого решения, но в пресс-службе суда заявили, что вся информация уже указана в судебном постановлении. Информацию об отмене приговора бывшему свату дочери экс-президента Дориги Назарбаевой общественность восприняла по-разному. Кто-то посчитал, что таким образом восторжествовала справедливость, кто-то высказывает мнение, что за решением суда стоит некая сделка. Скорее всего, произошел договор между ним и новыми властями о справедливом дележе его активов, может, и других счетов, которые были на него записаны. Хорошая новость для наших граждан. Наш суд независим и беспристрастен. Честно рассматривает каждое дело, невзирая на ранг подсудимых. Ситуация еще раз показывает, что страна движется в верном направлении. Алга, Казахстан. Вот такие суды у нас. Все работают по заказу. И на тачке он по данной статье наказания в виде лишения свободы сроком на 8 лет. Буранбаев был признан виновным и осужден на 8 лет в конце марта. Решение вынес Сыр-Аркинский район из суд номер 2 Астаны, который также постановил конфисковать имущество бизнесмена и лишить его госнаград. Подождите, подождите. Все, все, все. Предприниматель обвиняли в присвоении в веренному ему чужого имущества и в пособничестве отмыванию денег, полученных преступным путем. Буранбаев, задержанный после январского кровопролития, вину не признавал. В своем последнем выступлении в суде он сказал, что полностью возместил убытки, причиненные компанией «Казахгаз» и просил суд вынести справедливое решение. 55-летний бизнесмен входит в число 50 самых богатых людей Казахстана. Журнал «Форбс» оценивал его состояние в 590 миллионов долларов. Полной или частичной собственности Буранбаева находятся крупные гостиницы и торговые центры. Он также владеет недвижимостью за границей. Так Буранбаев прокомментировал за тыку свою близость к семье экс-президента и то, как это повлияло на его бизнес-империю. Он добавил, что начал заниматься бизнесом до того, как в 2013 году его дочь Алима вышла замуж за внука экс-президента Айсултана Назарбаева, ныне покойного. Буранбаеву также принадлежат такие компании, как Карагандинский фармацевтический комплекс «Нурмайформация» и «Алекс Сарайагаш». Кроме того, он руководил филиалами ресторанной сети «Макдональдс» в Казахстане, России и Беларуси.